Ииии всем привет, мои дорогие друзья! С вами Лаймстоун, и сегодня я хотел бы вам показать морду Майнкрафт под названием Pillage Plunders. И с данной модификацией к нам в игру добавится несколько новых предметов и зданий, а также мобов, связанных с илоджерами, то есть с разбойниками. Итак, давайте же приступать к обзору. И первое, что вы можете заметить, это вот такая вот башня. Она так и называется, лесная башня. Башня илоджеров. И если вы в нее зайдете, если вы подойдете к ней поближе, то вы сможете разглядеть новых мобов. Это у нас вот такие вот Forest Pillager. И теперь эти мобы будут тут спавниться и атаковать вас, если вы к ним подойдете. В общем-то, зачем вам эта башня? Дело в том, что в ней вы можете найти себе полезный какой-нибудь лут. И этот лут берется у нас из трех типов ящиков, которые появляются вот в такой вот башне. Первое, это у нас вот такие вот ящики, которые называются Food Crate. И, в общем-то, если вы разобьете один из них, то из такого ящика вам выпадет какая-нибудь еда. В данном случае мне попалась отравленная картошка и свинина. Разбиваем следующий. И здесь у нас уже семена, морковки и, кажется, баранина. И дальше у нас идет ящик, который называется Potion Armor Crate. И, в общем-то, если его разбить, то из него выпадет какая-нибудь броня, либо же какие-нибудь ресурсы для зелий. Или какие-нибудь, в принципе, могут ресурсы попасться, типа вот стрел. Ну, стрелы это, можно сказать, относятся к оружию. Но это скорее для брони, но все-таки оружие тут тоже попадается. Давайте разобьем еще раз. И, как вы можете видеть, тут уже попадаются действительно нам всякие полезные вещи для зельеварения. И еще раз, тут уже у нас броня, оружие и кости. И давайте же поднимемся повыше. А повыше у нас уже есть третий тип ящиков. И это у нас ящик лута. В нем у нас выпадают достаточно ценные ресурсы. Здесь у вас могут быть алмазы, золото и тому подобное. Ну, также уголь и прочее. Давайте разобьем первый. И, как вы можете видеть, в этот раз нам не очень повезло. Всего лишь кости, золотые самородки. И, кажется, это у нас карта, если я не ошибаюсь. И, да, по-моему, да, это чистая карта. Разобьем следующий. И тут у нас почти то же самое, только еще слезы гаста. И давайте поразбиваем еще таких ящиков несколько. По-моему, нам должны выпасть все-таки какие-нибудь полезные ресурсы. В данном случае мне выпали изумруды, золото и слаймболы. Ну, и давайте разобьем до конца. И вот, как вы можете видеть, алмазы также выпадают. Ну, и железо с углем. Кстати говоря, еще тут паутина выпала. Тоже достаточно неплохо. И давайте же смотреть дальше. И следующее, на что мы с вами посмотрим, будет вот такая вот каменная башня иллоджеров. И, в общем-то, на ней вы также сможете найти всякие полезные ресурсы. Здесь у нас как раз вот эти вот лутбоксы. И если мы спустимся вниз, то, как вы можете видеть, башня достаточно высокая. Но в ней, в принципе, не очень много всего есть. Но также мы можем по ней спуститься вниз. И там уже нас ждет немножко более интересные вещи. Итак, мы спускаемся. И, как вы можете видеть, здесь у нас, можно сказать, такие катакомбы, где также сидят эти пиладжеры. Где они спят. Где у них также есть всякие ресурсы. Вот там вы могли заметить как раз... Ты что, крутишься? Сумасшедший. Тут вы как раз могли заметить вот эти вот ящики, из которых вы также сможете добыть свои ресурсы. И так далее, и тому подобное. Ну, в общем-то, я не вижу большого смысла ходить по всем этим комнатам. Потому что вы можете пройтись тут сами, найти всяких мобов и посмотреть. В общем-то, как все это выглядит. Все это достаточно интересно и здорово. Тут, кстати говоря, мы можем найти... Да, это у нас Илладжер Вилладжер. То есть, это такой, можно сказать, это житель-разбойник. Который... Ну, у него нет оружия. То есть, он выглядит как разбойник. Но он безоружен. И с ним нельзя торговать. Это просто моб, который обычно сидит вот в таких вот клетках у этих пиладжеров. И также здесь вы можете найти вот такую вот штуку. Это у нас Чикен Заниф. И если мы начнем с ней драться, она... Это агрессивный моб. То, в общем-то, это просто курица, которая быстро бегает и вас бьет. Но достаточно сильно. В общем-то, это можно показать. Но тогда мне надо будет одеть какую-нибудь броню. И, в принципе, я могу, например, воспользоваться вот этой броней. Это у нас Sandstow Armor. Она добавляется с данным модом и крафтится просто из песчаника. То есть, ну, по сути, да, это броня из песчаника. И я воспользуюсь Даггером. Это у нас оружие, которое никоим образом не крафтится. Он всего лишь добывается в Дадже, который я вам покажу чуть позже. И давайте же мы начнем разбираться вот с этим Пилджером. Ну, давайте Криперы, в общем-то, сами могут это сделать. И, как вы можете видеть, на нас нападает курица. И просто посмотрите на ее урод. В такой-то броне она практически как железная. По-моему, даже совсем как железная. Она наносит мне, по-моему, даже три сердца она отняла. И, как вы можете видеть, я ее с трудом побеждаю. Я с трудом с ней борюсь. И вот уже на подмогу к ней бежит Пилджер. А ну-ка, уйдите от меня. А ну-ка, отвалите. А ну-ка, не трогайте. И, как вы можете видеть, да, они достаточно сильные, опасные мобы. Поэтому с ними надо держать ухо востро и очень аккуратно исследовать все эти данжи. И следующее, на что мы с вами посмотрим, будет уже не просто лесная башня, а лесной форт. И, как вы можете видеть, он просто огромен. То есть это буквально огромное здание, в котором у нас, опять-таки, сидят эти бронированные пилджеры. И если мы туда зайдем, то, как вы можете заметить, здесь, во-первых, сразу бросаются в глаза всякие ресурсы. То есть у них тут есть стога сена. Я думаю, если поискать, здесь можно будет найти... Ах, да, вот они как раз ящики. И, в общем-то, их здесь просто огромное количество. Их здесь просто немерено. У меня даже от них всех начинает лагать. Но давайте мы попробуем спуститься вниз. И здесь тоже у нас кое-что есть. Тут нас встречает дружелюбный паучок, но нас интересует не это. Нас интересует то, что здесь, опять-таки, попадаются эти тюрьмы с жителями. Странное дело, я даже не знаю, зачем этим пилджерам сажать, можно сказать, практически своих друзей, своих союзников в тюрьмы. Но, наверное, эти самые илджеры-вилджеры чем-то провинились. И тут, судя по всему, когда-то были ящики, но они сломались. И, в общем-то, тут у нас есть варочная стойка, котел и книжные полки. Ну и, в общем-то, вот такой вот форт. Вот. И следующим у нас на очереди идет уже пустынная башня. И, как вы можете видеть, здесь у нас уже есть дезерт пилджеры. То есть, это уже такие пустынные пилджеры, в которых как раз будет вот эта вот сэнстоун броня. Но, помимо них, здесь также есть и другие ребята. Во-первых, конечно же, тут есть всякие боксы для нас полезные. И, конечно же, вот эти вот ребята. Это у нас форсеры. И у них как раз в руках тот самый даггер. Их даже по две штуки, которым я дрался с той самой курицей. И давайте я выйду из креатива и попробую с ними посражаться. И, как вы можете видеть, во-первых, они достаточно быстро двигаются. То есть, посмотрите на их скорость. Да, они быстрые. И они спавнят кроликов-убийц. То есть, вот этот кролик, он опасен. Он будет на нас напрыгивать и будет пытаться нас убить. Давайте я вернусь в креатив. И мы заспавним, скорее всего, одного такого кролика. Чтобы посмотреть на то, в принципе, как он действует в отрыве от вот этих вот ребят. Итак, выходим. Выходим, я говорю. И давайте заспавним одну штучку. И давай, дружище, покажи, как ты будешь меня атаковать. И, как вы можете видеть, да, действительно, это бешеный кролик. Он буквально сразу бросается на меня. И он даже умеет напрыгивать и пытаться вас как-то убить. Ну, давай. Опа! И он пытается меня убить. Буквально растоптать, раздавить меня под своим огромным весом. Ох, нет, 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 не надо так делать, дружище. Все, иди, иди отсюда. К счастью, у него не очень много жизней, как у кролика. То есть, ну, 10 штук. По-моему, у обычного кролика столько же. И это, в общем-то, позволяет вам с ним расправиться. Вот так вот. И следующим у нас на очереди идет уже дезерт форт. То есть, это у нас такой большой-большой пустынный форт. И тут уже вы сможете найти всякие полезные вещи. Типа, вот тут есть тростник. Тут есть вот такой красивый водопад. Кстати говоря, это очень красивое здание. Его было бы неплохо даже отбить у этих ребят. И, в принципе, тут жить. Потому что, ну, как бы, посмотрите. По-моему, реально очень круто сделано. То есть, тут прям можно организовать свой дом. И, в общем-то, вот они, опять же, эти форсеры. Опять тут есть ящики, которые вы можете открыть. И, в общем-то, выглядит все это здание как-то так. В принципе, да. Как я и говорил. О, боже, аж лагать опять ничего. В принципе, как я и говорил, достаточно красиво и приятно. Ну и, в общем-то, на этом наш обзор мод будет подходить к концу. Единственное, на что мы не успели посмотреть, это вот на такой вот блок, который вы сможете найти вот в таких вот башнях. И, в общем-то, сам этот мод находится еще в бета-версии. То есть, он дорабатывается разработчиками. И, скорее всего, в него будет добавлено еще что-то новенькое. Может быть, какие-то новые форты, какие-то новые здания. Но он уже в достаточной степени разнообразит нашу игру. И позволяет нам, можно сказать, достаточно быстро обжиться какими-нибудь ценными ресурсами, если вы сможете их отбить. Ну, а на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки за видео, друзья, оставляйте комментарии. А также не забудьте подписаться на канал. С вами был Леймстоун. Всем удачи и всем пока! Пока!